Обязательно, чтобы вы взяли робот на стадион, легкую атлетику. Я сказал, нет, это невозможно, я люблю гимназик, я хочу играть в хангболь. И вот это очень важно для вас, потому что вот это, чтобы поставить детям будущее поколение, чтобы правильный путь, чтобы они достигли, чтобы они добились свою мечту. Это очень важно. И вот 1974 год, 5 мая, сегодня какой? Четвертый шаг. Вау! Зам. Да, да. И вот 5 мая, значит, мама, папа и мой брат мне первый раз взяли стадион. Но мне очень не хотелось первое впечатление. А потом мой тренер, который много лет почти и до сих пор мой единственный, первый, единственный тренер. И, конечно, очень сильно благодарю его, потому что он мне душу отдавал. Он мне был как второй мой отец. И все вместе мы очень много добились в спорте. Почти 20-25 лет в большом спорте. Очень сложная, очень трудная работа. День, два, три раза. В неделю, в неделю там почти между 9 и 13 тренировки. И система была сложная. Это Советский Союз. Там еще было 15 стран, очень много с завистью, очень много желающих, чтобы попасть в команду. Было немножко спор политика, чтобы так показать хороший результат, чтобы выезжать из страны. Но была очень хорошая атмосфера. Хочу с моими тренерами поблагодарить всем, всем моим друзьям, моим тренерам, советникам, которые мне очень сильно, очень сильно поддерживали мои годы. Понимаете, что я разговариваю? Прекрасно. Потому что я по-франции, я по-русски не так лишь. В следующий раз буду по-украински. Первое слово скажу, 10 годин, 10 хрилей. И хочу поблагодарить всем тренерам, всем и в зале сидят люди, которые для меня очень близки, чтобы они мне очень правильно, правильно советовали. И благодаря моему тренерам, что спасибо скажу, он мне готовил мультипрограммы, разносторонние. Не то, что хорошо бегает, хорошо прыгает, еще выносливость. Он мне попробовал везде. Я и металл, и 400, и 800, и 1500, прыжки. Вот здесь и бурная подготовка была. Которая очень важна. Потому что даже во Франции, когда у меня семинар, я выступаю перед спортсменом, перед тренером, я всегда говорю. Не надо быть завистливым, если ты тренер 800 метров, или вышки в длину, надо отдавать шанс. Кооперейшн между тренерами и руководителями, это очень-очень важно. И мне очень приятно, что находясь в Украине, потому что первое мое соревнование жизненное, которое было у меня в Львове. Когда детские соревнования, у меня было там 15-15 лет, и я выигрывал 100 метров, выигрывал тройной, выигрывал, и пришли к длину, тоже выигрывал, между 15 стран, группа Советского Союза. И везде очень хороший результат. Три вида, вида первое место, мы пришли в длину, я по-моему, 7-48, 15 лет, это очень-очень хороший результат. Тут же все тренера собрались, господин Закско, там украинские мои друзья. И мне очень приятно, что я в свое время даже работал с Валерием Подружной, мне очень, господин Борзов, это время, там я имел возможность познакомиться с моим хорошим другом, братом Сергеем Бубкой, там вместе с этим очень много лет, потом буду возродиться на эту тему. И они собирались, сказали, что у Роберта очень хорошие, приличные данные, надо, чтобы обязательно заниматься прыжком длинну. И вот это все произошло. Потом меня отправили в пионерский лагерь «Артек», там старт и надежда, там было свое время, там выступал. Это мои самые хорошие, золотые годы, что никогда в жизни не хочу забывать, потому что именно фундамент. Потом уже успехи, потом уже профессиональные направления, мне уже сразу в Москву, там сборы организовали каждый месяц, идеальные, хорошие условия. Что важно? Семенная атмосфера, все тренеры, все спортсмены очень сильно дружили. И не было во время тренировки зависти, не было очень сильной атмосферы во время соревнований, и все соперники закончились соревнования, и мои друзья. И вот этот принцип я до сих пор держу. Мне очень приятно, что смог, благодаря моим учителям, благодаря моим нового тренера, моим советникам, которые мне очень сильно помогли, что благодаря им я мог достичь несколько спорт, результатов в большом спорте. Несколько раз я выиграл чемпионат Европы, был вторым на чемпионат мира после Карл Луиса, который, наверное, наверняка вы все знаете, там, он был первый спортсмен на всех видах. Девять раз чемпионат Олимпийской Идии. Это первый спортсмен на всех видах 20-го века. И мне очень приятно, что он был моим, я мог соревноваться с ним. У меня получилось, что я мог всем американцам выиграть, кроме Карл Луиса. Но мне это очень приятно, что был хороший соперник, и всегда до сих пор держим хорошие отношения. И рекордсменом мира Мэрик Пауэлл, и Карл Луис, еще такой, потому что я его имя назвал, никогда в жизни, в жизни, я не могу забыть, когда наверняка мои все друзья, знаю, что в 88-м году в Армении была трагедия, землетрясение, когда я, когда и система уже начала разводиться, и сложные ситуации, я потерял там все, там папа, там много, передо мной там почти 25 тысяч жертв, я там все, все жизнью, жизнь передо мной, и все хорошее, все плохое, все негативное, человечество, все, все там видно было. И благодаря легчеатлетикой, я, 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 тогда у меня была еще и маленькая травма, и все, и все проблемы на меня, я, я думаю, что, Роберт, тебе не надо плакать, если я сильный, я должен быть, быть, собраться, быть намного сильнее, намного сильнее, потому что перед, сзади меня семья, сзади меня мои, мой дорог, который от меня что-то ожидается, и благодаря легчеатлетике я мог, я мог после этого тоже очень многого добиться, продолжал, вернулся, у меня травма была, вернулся в большой спорт, много международных соревнований выигрывал, порадовал моим друзьям, моим родителям, свою нацию, там, моим, то, что сам, тех, которые, которые со мной работали, был очень, очень сложный, очень сложный период, и почему я это говорю, потому что после замедлесения, семьяка Ардуис и Санта-Моника, они сказали, что Роберт, мы правы, проработали, ты были во время соревнований, ты всегда вежливо к нам относился, мы хотим тебе пригодиться в Америку, представляете, я у своего пара после замедлесения, почти месяц, а у них дома, у семьи остался прекрасный прием, и вот это отношение очень важно, и со всеми, когда встречаемся сейчас в большей соревновании, чемпионат мира, Олимпиады, чемпионат Европы, вот ваши федерации легкие атлетики, со мной, мои друзья здесь сегодня присутствуют, спасибо, что они приехали, и они знают, что отношения я держу именно человеческие, подход это очень важно, когда есть всегда положительный подход, можно продолевать все баррели жизни, я не люблю, я не люблю, когда жалуются, там очень маленькие проблемы находят, жалуются, у Алидова не хватает, того не хватает, если человек положительный, если человек сильный, психологический, позитивный, любые проблемы можно продолевать, почти 25 лет я живу, почти 27 лет я живу в Париже, я очень рад, чтобы много предложений было, чтобы я поменял национальность, я говорю, невозможно, не могу, я самому себе представлю, что Роберт Эмьян французский паспорт, я говорю, нет, я буду помогать французской федерации, я буду работать, я не поменял свой паспорт, есть у меня все документы, которые автоматически, там, каждые 10 лет пропивают, и себя чувствую хорошо, окружена у меня семья, у меня двое, двое дочки, и свой опыт я передаю французской федерации, очень хорошие, хорошие отношения, я очень рад, что уже 8 лет я руковожу федерацией легкие атлетики в Армении, заключил контракт с французскими федерацией, и мои спортсмены приезжают во Франции, тренировать в Париже, в Лидии, в Марселе, разные города, я там, и вот эта корпорация тоже хорошая, и тоже я смог, в 12-м году, смог в мою федерацию, чисто человеческие отношения, потому что Армения не барканский стран, Армения абсолютно не барканский стран, почему это я вам сейчас по эмоции, и я хотел, чтобы спорт, это не политика, это надо отношения, отдавать шанс спортсменам, чтобы они выступали в новые соревнования, я попросил моим барканским друзьям, что в мою федерацию вступили в член Барканской ассоциации, они сказали, может сложно будет, может там, политическая ситуация, в Курции, может быть, не согласится, против будут голосовать, попробуем, я написал, я говорю немножко, политики, я говорю, как может быть, гарарарарак, Баркан, а Армения федерация, ну не Баркан, вот так, и значит, голосовали все, за, чтобы и моя федерация, и чисто в легкой атлетике, мы нарушили, Барканские географии, да, и почему мне приятно, после меня, через год, Словения попросил, попросил, это, Косово, попросил, мои грузинские, грузинские друзья, Роберт Чан, помоги, чтобы мне тоже, я говорю, без проблем, и мне приятно, было 11, потом 12, 13, 14, Израиль, и много, каждый год, мы проводим семинар, соревнования, дали возможность, дали возможность, спортсменам федерации, 15 соревнований, Греции, Баргарии, Киприи, там, разные, разные страны, и мне особенно приятно, в этом году, потому что, Украина, мои друзья, тоже написали, чтобы, Барканские, ассоциации, и единогласно, своим, большим удовольствием, добро, и в Украине, сейчас, Барканская ассоциация, то есть, это очень хорошо, для, вот здесь, молодые тренера, масса, которые, есть, возможность, чтобы выступать, семинары, всякие соревнования, очень много, положительного, в этом году, или на следующий год, уже договорились, что Барканская ассоциация будет, по-моему, в Украине, планируем, да, пока, планируем, и мы это все будем поддержать, что великолепные отношения, наш, наш друг Игорь, и Сергей Назарович, там, мой брат, очень многое делали, чтобы отношения международные были, очень сильные, и Украина, федерация, и все районы, федерации, будет возможность, выступать, состав, и, и организовать, разные, разные, семинары, две тренера, у нас очень, очень положительные, конгресс есть, все, и вся организация, организационные вопросы, на высшем уровне, всегда хорошие, косинцы, приемы, как на Олимпиаде, на чемпионат мира, я даже, много раз, руководители, наши мои друзья, вместе, бывают, мы видим, что действительно, они очень хорошо, очень хорошо организованы, насчет, насчет, нашего спорта, мне очень приятно, что в зале сидят, в зале сидят, очень много молодые, я думаю, что и тренера, и будущие наши специалисты, спортсмены, которые, которые будут работать с молодежью, почему меня, я рад, что, благодаря моим руководителям, чтобы выбрать легкие агрессии, легкие агрессии, для нас все, я нахожу время, и быть в офисе, я нахожу время, и организовать соревнования, и всякие мероприятия, но мне очень приятно, находиться спортсменами, на стадионе, мой опыт, мой опыт передавать, научить им правильно ходить, по Франции очень много, смотрю, даже, и мне очень грустно, что смотрю, когда дети ходят, правая нога, правая рука, левая нога, нет координации, нет, но благодаря легкие агрессии, это мы, этот месседж, не можем передавать, чтобы они нормально ходили, нормально дышали, нормально, даст, 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 вот почему их, называется наш спорт, королева спорта, и поэтому, я очень люблю тренерская работа, я всегда находил и нахожу, и мне, я благодарен французской федерации, что они, я там и советник федерации работаю, и работаю, и как тренером, хорошими спортсменами, и, и, и мой опыт передают, и всегда контролирую, контролирую все движения, что они делают во время работы, во время тренировки, они будут, или, или два, два с половиной часа, со мной, я, ни одного секунду, я не хочу, чтобы они расслабились, все движения, должно быть, четко, я очень рад, что в течение, мне 53 года, который я, 43 года, я отдал, свою любимую, спорт и доктеатлетству, не было никакой, никакой травмы, не было никакой, опять, операции, были маленькие, маленькие, травмы, которые там, недели и два, все, все, все было, нормально, но серьезного, серьезного, серьезный травм не было, почему, потому что, благодаря моим спортивным, руководителям, тренера, перед, чем начинать работу, всегда, не думали, что вот, надо это делать, после этого работы, можно это делать, чтобы не воровать, отсюда, отсюда, отсюда движение, была система, была очень умная, грамотная, и целенаправленно, и благодаря этому, я смог много раз, выигрывать международные соревнования, оправдать надежды, побеждать международные, ваших, вот этих встреч, и, и тоже, тоже первые соревнования, у меня, я помню, в Запорожье был, матч, СССР, СССР, всегда была очень, очень, очень подходим, много раз, рекорды Европы, и на сегодняшний день, я очень себя хорошо чувствую, хорошо чувствую, это, это, то, что, это рекорды Европы, то, что чемпион Европы, много соревнований, на мой, с моими возможностями, это одно, ну, я считаю, в моем жизни, самое, прекрасное, самая большая победа, что я стою перед вами сегодня, и себя чувствую хорошо, сегодня утром, 6.30, я проснусь, я обязательно чувствую, что мне надо зарядку делать, легкарский, даже вот, это немножко, походил, побегал, упражнил, в комнате, там, и, и вот, так каждый день, и, мои друзья, в целом группе, как может быть, седать и в том, если, потому что, благодаря, вот, профессии, потому, и слежу, во время соревнований, любое движение, которое делаю, чтобы мои спортсмены контролировали, стопа, колено, таз, плечи, как они ходят, как они движение делают, не люблю, когда, руки по-другому работают, ноги по-другому, потому что, это очень важно, когда спортсмены получают травмы, потом думают, а почему, потому что, что, для меня, вот, начало тренировки, начало, вот, специальные, специальные упражнения, это 60-65, даже, можно, можно сказать, 70 процентов, это основная, основная тренировка, тренировка, для меня, а то, что, а потом, или спринт, или прыжки в длину, или, я не знаю, там, или веноск, или штанга, оно будет автоматически, когда базовая подготовка, как вещи поднимания делают, как упражнения делают, как ноги поднимаются, как все движения, чтобы все было очень четко, очень организовано, и это очень, очень важно, я вас прошу, когда будете работать с молодым поколением, всегда контролируется, и спортсменам, которые в зале сидят, тоже, начиная, начиная бега, начиная все движение, разминки, в хорошем готовности, не надо смотреть, что очень хорошая погода, хорошая погода, жаркая погода, это не надо всякие растяжки, растяжки, это нужно, чтобы обязательно, глубоко, чтобы мышцы были, не надо забивать, а жарко не буду это делать упражнение, потому что это, надо готовить, надо это, чтобы избегать всяких грамм. И спортсмены, которые я работаю, даже вот и французские, они почти 36-38 лет тоже готовы прыгать за 8-10, 8-20, 8-24, благодаря этому, потому что я советую, чтобы надо, если хотите долго, если хотите хорошие результаты, нужно не расслабиться, а всегда все движения делать правильно. Вот это очень важный мессендж. Спортсмены, дети приходят, чтобы всегда начинают бегать за один рутанг, смотрите, чтобы они четко там, в первый раз разминышленные, специальные упражнения, вот чтобы тренера, спортсмены, чтобы контролировать все движения, это очень важно. Координация, это поможет очень быстро, не надо, а следующий год будет лучше, следующий год будем намного. Нет, гармония нужна, все, и в жизни, и движения, и на разминке, и везде, везде, которые очень, очень сильно будут помогать и влиять на все спортивные результаты. Ну, в зале очень много прекрасных людей, прекрасных специалистов, которые они меня знают. Это очень у вас богатство, что всегда, всегда от них надо, не надо стесняться советоваться, не надо стесняться подойти, попросить. Я до сих пор учусь, до сих пор, хотя очень много мы видим, и советские школы знаю, и европейские школы знаю, американские, там, везде, благодаря моему дисциплине, жизнь дала мне возможность побивать, побивать везде. Я, наверное, не был только в Афганистане, в Афганистане и в Емине, и не хочу быть в Афгастан. Да. И мне это очень, очень приятно, что везде побивал, и продолжается, и продолжается. Нет, я не знаю. Еще раз хочу поблагодарить вам. Я бы хотел, если вопросы есть, я с удовольствием, не стесняюсь с моим присутствием, я хочу, чтобы в этом году вам приносил хорошие результаты, чтобы это начало сезона. Спасибо еще раз, вот, мне пригласили на эти соревнования кубок Игоря Иванова Мессиана в этом году, 19 мая, исполнится 82 нашего Арамича. Это прекрасный человек, это прекрасный, это исторический человек. Я уже четвертый раз тоже в Армении, в прошлом году Игорь Арамич приезжал на мои соревнования, уже 17-м, 17-й год я в Армении организую соревнования кубок Ивняна. Хочу поблагодарить украинские федерации, что каждый год посылают ваши, ваши спортсмены лучших прыгунок в этом году тоже, тоже будут, я думаю, что буду приезжать. Надеюсь, что в этом году не буду достигать, чтобы в Армении была дорожка, не только прыжки в длину, хочу и спринт, и метание, и выносливость, чтобы, да, практики. И Арамич много лет был руководителем легкой атлетики на нашей системе, очень много хороших воспоминаний, все свои, святые времена связаны, связаны, было вот, вот те годы, когда в 80-е годы, когда вот наша семейная атмосфера, там, друзья, руководители, что я очень-очень благодарю жизненный опыт, жизненный, этот процесс произошел, хороший совет, в котором до сих пор я живу во Франции, я с этим, с этим и живу. Многие друзья из Украины, из разных стран советских приезжают, это очень важно, это очень важно, когда есть спайка, когда есть хорошее отношение, все проблемы можем найти, бихать, и положительным путем решать все. Ок? Я специально... Есть? Есть? Есть. Есть. Попитки? Да. На 8-8. Общая скачивость. Общая скачивость. Да. Каждое соревнование для меня было разным, разным, потому что я очень много любил работать, очень много я люблю работать. Я начал мой разговор, что неделю было 8, 9, 11 раз тренировка. У меня в Армении не было хороших условий. Но я мечтал, когда посмотрел, уже начал лёгкоатлетикой заниматься, посмотрел очень много мечтал, картины, спортсмены. Я думаю, я могу. Почему мне говорят, что я маленький, я не так уж быстрый, что не могу. Я говорю, что хочу что-то делать, хочу чувствовать. У меня желание было попробовать. Говорят, что очень требующий. Будут доказать, потому что теория была, чтобы прыгать 8, 40, надо иметь какой-то рост, надо иметь 100 метров. И мне удалось это сломать. Почему я это говорю? Потому что очень много я вложил в тренировки. А соревнования в готовые попытки. На все попытки у меня было слово «хочу поблагодарить». Хочу поблагодарить моим людям, которые со мной работали. Это день, который я буду показать, что мучился во время тренировки. Мы все отдавали. Бессонные ночи, переживания туда-сюда, чтобы сегодня я проявил себя. Были маленькие соревнования, большие соревнования. Всегда оно для меня праздновало. Чтобы показать, поблагодарить, сказать спасибо, что на подготовке я должен показать результат. Сейчас мои результаты, когда я в свое время прыгнул 8, 20, 8, 25, я извинений просил моим тренировкам. Сегодня этот результат, можно Олимпиаду выбирать. Олимпиаду в Лондоне 8, 32, в Бразилии 8, 38. Я помню, когда я прыгнул в 8, 38 в Нордык. Я вернулся в аэропорт в Москва-Шереметьево. Мне друзья армяне встречают. Роберт, что с тобой? Что с тобой? Извиняюсь. Извиняюсь. И через несколько дней. Восемьдесят три. Да. И вот. Такие хорошие воспоминания. И вот надо всегда настраиваться, готовиться, чтобы движение начало до конца, чтобы попасть. Правильно начинать. Правильно начинать разбег. Правильно начинать движение. Это может быть. Наверняка, очень многие из вас видели, может, видео. Все думали, что мой разбег самый длинный в мире. Но я вам скажу, и секрет, вы можете через видео проверять. У меня самый маленький разбег. У меня всего официальных шагов 15. Я всего делал 15 шагов. Я начал с левого нога. Закончил это. Ну, я создавал свободу. Подбежка. Я мог отойти там 10 метров, 20 метров. Издалека. Там знаешь, когда зимой выступал в вираж. Поднялся на вираж. Там организаторы с ума сошли. Роберт говорит, мы хотим тебе переносить. И они переносили. Там я думаю, что дорожки делают. А я говорю, зачем это? Они говорят, чтобы у тебя длинный разбег. Я могу со стороны тоже. Походить не надо переживать. Я говорю, ну и создал опыт. Создал ведьму, чтобы попасть в таз. Чтобы, когда подходил к планку, очень динамичный. Я нападал. Я думаю, у меня другого выхода нет. Выхода нет бояться. Выхода нет. Нет. Потому что знаю, что прыжок мне отдал мне удовольствие. Я должен до конца в мой палец, чтобы чувствовать мой прыжок. У меня был очень простой прыжок. Прогнувшийся. Торчок. Попасть в хороший таз. Мах. И все. И... А потом... Роберт говорит, ты не прыгаешь. Ты летишь. Мой любимый был. Балерий Подмужный. И всегда он говорит, Роберт говорит, ты летишь. Он мне... Да. Нет, не конечно. Советую. Советую, чтобы я поменял. Я попробую. На, блин. Восемь-десять, восемь-двадцать. Ну, чувство, что я очень уважение отношусь вот так. И к моим спортсменам я готовник. И это... И ручка. Сизо-сампуль, адабр-сизо. Как будет? Двойная... Ножница простая. Двойная ножница. Да? Двойная ножница. Я... Я... Я им помогаю. Потому что их фигура на это. Потому что и... Это... Да. Ну... И самое главное. Это очень важно. Чтобы... Я вас прошу. Чтобы не надо сломать... Сломать у молодежи там... Натуру. Не буду. Вот их... Профессионализм должно быть именно там. Что действительно. Я еще раз прошу. Чтобы... Надо их... Развивать. Надо их помогать. Чтобы и физически, и технически. И... Сказать, не качество увеличивать. Ну, так сказать. Ну, нет, нет. Обязательно. Чтобы... Ты приму... Ты приму... Это... Чтобы... Как... Ты должен прорвнуться. Или... Ножницы. Нет. Помогите. Будьте профессионалом. Какая у него... Натура. Какое-нибудь движение. И... Постраиваться. Потому что... Всегда я говорю. У меня уже 4 или 5 или 10 или 20 спортсменов. Советуются. Я их тренирую. Всегда у каждого есть свой подход. Я вот... Когда спортсмен приходит. Я уже знаю, что ему отдавать. Как... Это внутреннее ваше чувство должно быть. Это если у вас нет, надо это развивать. Чтобы отдавать каждому там то, что ему надо. Потому что человек... Один мало говорит. Второй там очень... Очень талантливый. Надо... У одного очень... Очень много тренировок. Очень много... Тренировки не подходят. Очень они... Нежные. Надо... 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 Это тоже... Внимательно быть. Я работал много лет... В Катаре я работал. В Катаре я работал. и мне очень приятно потому что там тоже я очень опыт набрать я поехал туда 6 лет мне ставили на девять лет и мои мальчики тоже друзья очень хорошая атмосфера психология они они очень богатые в каждом доме два-три-четыре человек убирают своим свой холодильник машине это все все последнее должно весел я у меня было четыре пять спортсменов и они сказали роберт они лентяй это не может они не будут прыгать за 8 метров туда сюда я с ними каждый треемки что-то там добавил одну фразу надо надо доверять надо верить надо чтобы билеты там я уважаю когда с ними за стол сидел стараться с ними там я люблю свинина кто не да я уважение они ничего не разговаривают ну они чувствуют я создавал очень хорошие не много дней много не на сборах находились много много вот это я вам вам сказал что вот это богатство сегодня все это для меня ерунда то что такой вот такая атмосфера я берусь как вы мои друзья мои спортивные спортивные руководители не отдали ни с какими миллионами ни с какими миллиардами я не меняю есть что-то святое а потом я говорю вы увидите если будьте уважен не опоздаст на тренировку это интересно будет они мне верили у меня там вот все спортсмены за 8 метров и до сих пор 8 14 держится в этот катара и молодой который не унесли чемпионат мира выиграл 999 альболит и айдеблеев там президент мне попросили чтобы я отдавал медаль золотой медаль мой ученик и я когда когда его отдавать и и я плакал да и радость я говорю вот эти слезы я говорю ни с какими миллионами миллиардами и он это чувствует я машин такой вот такое что эти слова не надо не надо забывать я думаю что вы понимаете и просто вам сказать что это исключительно скромный человек он так поскромничал своем рассказе вместе с президентом федерации игорем курсовым делали большое дело что пригласили этого человека это человек исключительно порядочный он пробел он прыгнул 8 86 и он результат сегодня является рекордом его он поскромничал и звал своих друзей которые были впереди впереди это был павел льюис и все очень довольно-таки 95 и 890 у него до сих пор один из самых выдающихся результат рублей он скромно говорит о своих достижениях не рассказывает о разбеге отталкивания полете по земле он очень много знает это востребованный человек он сказал о том что у него не простая судьба он после армении выехал в волю так сказать судьбы ему пришлось поездить по миру быть в америке оказаться во франции сегодня он сегодня приехать с вами встретиться он прилетел через будапешт приехать сюда нашу время и мне бы хотелось сказать что поборить его за плане нашел это время приехал сюда для того чтобы я тоже вырос в этом городе и здесь в 1966 году значит сборная команда советского союза готовность к чемпионату европы будапешт и нашу школу в четвертую школу как сегодня роберт пришел валерий брумель а валерий брумель не надо рассказывать лучший спортсмен мира 61-63-65 года и олимпийский чемпион 64-го года и после того когда брумель пришел в школу и как бы сегодня выступил половина школы все попросал и замызлил котель мы бы хотели вот такая встреча сегодня по инициативе федерации спасибо спасибо есть договоренность о людях которые вы в своем докладе вспомнили есть договоренность с валерием подлужным а валерий подлужный это бронзовый призер московского скалинтиана перед ним он и роберт и остановился на игоре арамовича тараванисяне легендарным человеком бронзовом призере тоже мне результат был 835 участие по пяти олимпийских игр дальше пошел тараванисян барковский дальше пошел подлужный дальше пошел на меня но скромничает он очень много выступал 9 лет проработал катаре он подойдет людей которые прыгают за 8 лет сегодня есть такая договоренность подлужным что подлужный как и вы приедете выступит что приедет саша яковлев а подлужный прыгал там 8 20 саша яплево 1767 6 прыгал тренинг есть договоренность сергей назарычем есть договоренность с юрой прохаленко чемпион европы а букву представлять у нас который выступят 6 есть договоренность сегодня с с высотником с рудольфом подозрит по варнице на рекордменном мира который без о том что он расскажет о высоте это те люди которые могут рассказать рассказать и для того чтобы вы были вооружены новыми знаниями пересмотрели свой взгляд на этот вид спорта королеву спорта как он сказал который вы уделяете внимание вы можете стать совершенно другими людьми и совершенно по-другому построить свои отношения к девушке вот он сегодня приехал в Ужгород он сказал что он был во Львове и впервые во Львове на спорта дядя школьников 15 лет прыгнул в 7-48 сейчас чтобы в 7-48 прыгнуть это надо на 10-10 тренироваться еще попасть в хорошем утре он передает свои знания он сидит в федерации Франции востребованный человек и оказывает помощь французской делегации нам приятно с ним встречаться на NPC игр на чемпионатах мира он всегда с украинскими коллегами встречается и делится на почему потому что армяне это нормальный мир вот они все вместе я не хочу ничего говорить они все вместе на пляже там и дедушка и бабушка и родители и дети они все вместе помогают у них многое у них по их местное расположение многим моментом их заставила делать самошлись но посмотрите он передает свою положительную энергетику он и сегодня в свои годы прекрасно выглядят прекрасно выглядят и я думаю что он сегодня выжил на соревнованиях мы говорим так последним не было я думаю он будет где-то на призерам будет сто процентов поэтому вам большое спасибо и хочу сказать так что у нас Сергей Назарович нас президент олимпийского комитета раньше проводил звезды шеста всегда как и роберт проводит в Армении свои соревнования и туда постоянно свяжаются звезды куда приезжает Ирина Шевинская многократно альпийская чемпиона туда приезжает Куантер Энн Альберто туда приезжает и выступает прыгает Фредерик Спринтер туда приезжают все валяющие люди по приглашению нашего легендарного Бубки Сергея Назаровича и среди этих людей находится уважаемый человек Роберт Эмияр и вот они приезжают делятся у них многое можно поучиться они делятся своим опытом передают его просто так передают так для того чтобы люди просто правильно понимали и делали то как он сегодня сказал чтобы это делали правильно делали это намного эффективнее и добивались успехов тебе большое спасибо спасибо ему звонил Сергей Назарович да он удивился куда ты едешь вот это все поблагодарю что прекрасный город прекрасные люди всем огромный привет хорошего организации успеха когда я выступал мне очень приятно я разговаривал я разговаривал и вчера я говорю Руберт где ты находишься на Уждера деду мои друзья у него я видно вот эта энергия и он душевной духой сегодня с нами вот этой энергии очень приятно что святые времена провели Сергея Назаровича и на сборах и соревнования и переживания очень много он мне советовал очень много прекрасного незабываемые моменты мы провели сборной и я очень рад что сегодня очень прекрасное отношение федерации с Украины не держим и спасибо вам и хочу чтобы все в регионе украины все федерации в Закарпатье и другие чтобы у вас развивался чтобы чтобы много много вопросов не задавали чтобы тренировали чтобы любили чтобы целонаправленно направились ими положительным путем хорошими отношениями семейные отношения все проблемы продали в мире доброва если вопросы всегда нужно уважаемый Анатолий и уважаемые присутствующие тренеры студенты если можно буквально 1-2 минуты уважаемый Ильян Роберт у меня несколько минут личного я вот при всех пользуюсь возможностями хочу поблагодарить Роберта Ильяна за ту экскурсию которую он сделал для участников учебно-тренировочного сбора в Царкадзоре в центр армянского христианства Ичмиадзим хочу поблагодарить вот как человек который почти 50 лет в легкой атлетике хочу поблагодарить Роберта за те прыжки которые мне пришлось видеть на соревнованиях и на сборах в Царкадзоре когда с 10 метров шагов разбега а уникальный по технике прыжок вы в двух словах говорили об этом очень высоко на стопе очень легкий спортсмен в очень высоком темпе подбегает к планке почти незаметно по времени отталкивается а дальше летит прокнувшись и мы стоим с его тренером Михаилом Семеновичем Карабетяном и я говорю 8 метров с 10 шагов разбега сколько же он может прыгнуть с полного а Миша Карабетян говорит а это и почти его полный разбег и для того чтобы уже окончательно рассмешить Роберта Айняна и можно так сказать этим окончательно его поблагодарить но я думаю он еще будет много слышать слов благодарности это вспомнить то что он всегда при встрече говорил о здравствуйте шарики будем кидать спасибо Роберт еще раз одно хорошее это когда вы напоминали во время сбора стайка перед чемпунать Европу значит последняя подготовка была перед чемпунать Европы значит и мой тренер главный и он моему другу Мишу такая тренировка Роберта последняя тренировка 10 прыжков будет делать 10 прыжков будет делать за 8 метров он должен прыгать 10 прыжков за 8 метров он должен прыгать за 8 метров все прыжки обязательно чтобы прыгать за 8 метров а раньше как это может Мишу что ты там перестань твои органские щитки я разминался и начинался за 8 метров первые прыжки все 5 8 10 20 30 ни одного прыжка Миша не было Миша Робер говорит человек и не манитянин береги его и вот есть момент который никогда в жизни не забуду это благодаря моим руководителям благодаря настроению и во время действительно это все помогает и потом несколько дней выступили чем над европе в штукерсе плохая погода 86-й год плохая погода тут правильный дождь все спортсмены знаете европейские я очень рад что Сергей Лаевский из Украины был призов не вдвоем после 801 там 801 после меня я горжусь я горжусь что вот наша школа что психологи сколько сколько были мы сильнее даже после соревнований я заметил что дождь что плохая погода что страшное потому что все это человеческие возможности столько у нас есть я благодаря работе благодаря вот это я себе немножко проявить я не боялся я думаю чем над европа я мучился я верил я доверяю я должен здесь себя проявить первые попытки восемь они прыгали семь тридцать семь сорок потому что простимы кто скользит дождь первая попытка восемь двадцать девять уже чемпион вторая попытка восемь восемь сорок один уже валют нет и потом спокойно смотрю радуется уже там и приятно и приятно поэтому надо у нас есть возможности у вас прекрасные специалисты которые очень хороший опыт очень хороший опыт все знаю и советская школа и мировая школа и все информация и украина столько у вас было чемпионат европы чемпионат мира было организовано никогда не не забуду что мой брат Сергей Назаревич он меня всегда пригласил звезды шеста и вот сорок девять лет я именно в Украине прекрасные прекрасные соревнования я присутствовал когда на мое день рождения рванул не принял тоже мировой это это святые времена каждый раз приезжать в Украину дай бог мира добра чтобы у вас все было на всех направлениях все было хорошо окей все спасибо спасибо спасибо